Всем привет дорогие друзья, с вами снова Александр Мордынский и очередной обзор на новинку электроники. Почему я захотел зациклиться на данном девайсе? Во-первых, качество видео вы уже могли оценить по влогу и по кусочку на втором канале. Конечно, это не топ качество, но тем не менее, само ощущение присутствия и влогов 360, извините меня, стоит дорогого. По этой камере я хотел сказать, что я ее взял в первую очередь потому, что это самая дешевая 360-градусная камера с двумя линзами, которая делает полный охват изображения, практически без слепых зон и она реально самая дешевая из представленных на рынке. Стоимость ее около 100 долларов. Итак, по комплектации. Камера поставляется в белой такой коробочке, на которой написано NDR 360, панорама камера. На коробке на самой заявлено, что камера у нас якобы waterproof, то есть влаговодозащитная. Я на деле этого проверять не стал, рисковать я, конечно, тоже этим бы не стал на вашем месте. Я думаю, дождь она реально переживет. Комплектации вы получаете. 3М скотч, очень интересный, качественный, защитный чехол. Чехол-то уж точно водозащитный, он спокойно защитит и от дождя. Крепежка, которая может устанавливаться как на шлем, как на ремень. Не знаю, она такая многофункциональная, я даже не сразу понял, как ей пользоваться. Кабель microUSB-USB длиной около метра. User Manual инструкции по использованию и рекомендациям по использованию софта с мобильного телефона и софта для обработки в компьютере. Крепежное устройство для установки на руль или какие-либо трубы. И скрепочка. Зачем нужна скрепочка, спросите вы? Скрепочка нужна за тем, что камера бывает иногда зависает. Рано или поздно это поправят с выходом новых прошивок, но пока, приобретая данную камеру, всегда носите с собой скрепочку. Лично со мной был такой случай, что она зависла и смогла выключиться лишь только тогда, когда у нее сел аккумулятор. Получаете сразу готовый продукт, который записывает звук. Звук, конечно, не такой качественный, как хотелось бы, не такой громкий, но самое главное, он есть и он, в принципе, внятный. Которая записывает сразу видео в один файл, то есть вам не нужно ничего склеивать, ничего резать. Вы просто его обрабатываете через специальную программу и через Google Injector для того, чтобы YouTube распознал его как 360 видео. Все, готово. Вам не нужен супер мощный компьютер для обработки данного видео, получаемого с этой камеры. Вам не нужен топ ноутбук. Вам ничего не нужно. Вам просто нужно снять влог, порезать его и сделать прививку небольшой софтиночкой. Это не займет много времени. Именно в этом достоинство, именно в этом простота пользования данным устройством. Вы его купили и можете снимать влоги в 360 или делать фотографии помещений в формате 360. То есть с этим здесь проблем нет. Конечно, это не топ-картинка, да. То есть данная камера Under Air сохраняет видеофайл в формате двух сферических изображений. Изображение в реальном времени, которое идет в одном видеофайле. По поводу данной камеры, что я могу сказать? Конечно, это 220-градусные объективы с f2.0 и фокусным расстоянием от 1 мм. То есть данная камера может снимать хоть макро, хоть бесконечность. 8-мегапиксельные сенсоры и фоторазрешение 3008х1504. Конечно, это не топ, но тем не менее, это бюджетная камера. Опять-таки хотелось бы напомнить тем, кто забыл. За 100 долларов вы получаете реально оборудование будущего, оборудование настоящего. Аккумулятор на 1500 мАч, которого хватает на полтора часа записи видео стабильно. Программа управления по Wi-Fi совместима с Android не ниже версии 4.2 и iOS устройствами не ниже версии 7.0. Поддерживаются карточки формата microSD до 32 гигабайт, о емкости выше не заявлено. По размеру данной камеры, она по размеру сопоставима с любой китайской экшн-камерой. С учетом того, что она имеет две линзы и записывает 360 видео. Данная камера мне понравилась лично. Лично мне она понравилась. Работа с влогами в 360 мне тоже понравилась. Это дает определенный эффект присутствия. И, конечно, дает возможность в первую очередь дешево и сердито снимать какие-либо панорамические видео или панорамические фото. Конечно, никто не запрещает установить данную камеру на любой квадрокоптер и снимать 360-градусные панорамические фото и видео с высоты птичьего полета. Я думаю, что это будет даже интереснее, чем какой-либо человек, рассказывающий вам что-нибудь где-нибудь. По поводу управляющей софтины, извините, я потерял видеофайл. Я снимал отдельный обзор на программу и скажу, что программа имеет 4 режима работы. Также при помощи этой программы вы можете просматривать записанные материалы в виде фото или видео в таких же точно режимах, как на предпросмотре. Итак, первое. VR-мод. Вы вкладываете смартфон в очки и получаете 3D. Circle-мод. Это этакий fisheye, вогнутое изображение и сделанное в формате капельки. Пальцем вы можете пролистывать картинку и все так же смотреть с обоих линз 360-градусную вашу панораму. Flat-panorama-мод. Это наиболее удобный режим. Ваше изображение, то, что вы видите, полностью занимает пространство планшета или смартфона. И опять-таки, вы можете либо пальцем, либо при помощи гироскопов устройства осматривать все, что происходит вокруг. Как в предпросмотре, так и в режиме просмотра отснятых уже материалов. И inversion-мод. Данный мод будет полезен тем, кто будет использовать камеру в связке с квадрокоптером или захочет подвесить ее на присоску, например, в той же машине, чтобы перевернуть изображение вверх головой. Удобная фича, не везде присутствует из коробки. Кому бы я порекомендовал данное устройство? Данное устройство я бы порекомендовал тем, кто хочет привнести на свой канал что-то новое, но не хочет тратить очень много денег. Во-первых, это, конечно же, люди, которые снимают влоги-блоги и хотят что-то показать совершенно новенькое. Я думаю, даже несмотря на качество итогового продукта, которое нельзя назвать совершенным, которое нельзя назвать вау, но которое может вызвать эффект вау при просмотре в VR или при просмотре просто при помощи планшета с гироскопом, я думаю, аудиторию свою вы определенно удивите. Ну и в завершение я хочу сказать, что этот год и хотя бы середина следующего будут именно годом VR, поскольку на рынке массово каждый день появляются новые камеры с множеством линз, которые в чем-то лучше, в чем-то хуже друг друга, ну и также на рынке появляется обильное количество очков в виртуальной реальности. Так что можно назвать последующий год годом VR. Ну а с вами был Александр Мордынский. Конечно же, пишите комментарии, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, задавайте свои вопросы. Всем удачи, всем пока, не забывайте подписываться на канал. В принципе, обзор получился такой нейтральный, как и само устройство. Оно в чем-то удивляет, в чем-то расстраивает, но самое главное, оно имеет право на жизнь, и оно дает возможность снимать дешевый VR. Самый дешевый VR, доступный на рынке. Всем удачи, всем пока.